В эфире программа «Деловой подход» с интересной и полезной информацией. Великая или Страстная суббота – последний день перед праздником Пасхи, который в этом году 1 апреля отмечают католики и протестанты, а 8 апреля – православные верующие. Обычаи и обряды Пасхи прочно укоренились в нашем сознании и в домашних традициях. Из далеких языческих времен пришли к нам пасхальные символы – заяц и яйцо, которое со временем стало символичным подарком на Пасху. Как нельзя кстати, накануне праздника в Рижском центре Югенстиля открылась выставка керамических яиц итальянской художницы Альма Цзапенни. В этом году мы празднуем Пасху тоже немножко по-другому, по-современному. И у нас современная выставка. И я даже думаю, что наша выставка тоже удивление для самой художницы, потому что она эту выставку не делала, как пасхальную выставку. Но мы как-то связали и тему яйца, и Пасху. И у нас получилось, что в интерьере у нас выставка, которая говорит о интерьере начала XX века с украшениями, разными такими интересными вещами. А здесь у нас абсолютно современные вещи. У нас получилось, что в этом году мы можем даже сказать, что у нас итальянский год. Мы празднуем Пасху, и тоже Рождество у нас будет в стиле итальянском. Альма Цзапенни с формой яйца работает почти 10 лет. Часть созданной за это время коллекции – 40 разноцветных, украшенных гравировкой яиц разного размера. Идея художницы не связана с пасхальной символикой. Для неё яйцо – это первоначало. Аб-Ова – всё начинается с яйца, по выражению древних римлян. Космос, жизнь, мифология, женская сущность – всё, что существует в этом мире. Выставка стала возможной благодаря сотрудничеству с посольством Италии в Латвии и фондом Ассоциация итальянского дизайна. Я – фондом Ассоциация итальянского дизайна. Фондом Ассоциация итальянского дизайна – в 2018 году в Эстонии. В интерьере пасхальное дерево, оно декорировано лентами и яйцами. Праздничное убранство дополняют аутентичные предметы обихода, связанные с приходом весны, из хранилищ Рижского музея Югенстиля. Для посетителей музей работает по обычному рабочему графику все праздничные дни, за исключением понедельника. Пасхальная выставка открыта до 22 апреля. Вера в чудеса и небольшой полет фантазии еще никому не повредили. Как можно общаться с камнем, если думать, что это невозможно? Если мы верим, то мы знаем. Как бы это ни было странно, но камень мне поведал одну из самых великих тайн. Что же это за тайна, которую хранит древний камень на площади Ливов в Старой Риге? В рассказах рижских экскурсоводов немало ответов на загадки, заключенные в архитектурных памятниках латвийской столицы. Люди узнают о Риге через гида, и впечатление очень многие получают именно, мы как переводчики. Посмотрим на памятник рыцарю Роланду, который находится фактически перед нами. Он действительно достойный внимания, потому что здесь есть такая вещь, как символика сакральной геометрии. Круг, квадрат, треугольник, другие геометрические формы и символы излучают в окружающее пространство определенную энергию. В основании статуй рыцаря Роланда несколько таких геометрических фигур. В их строении и пропорциях закодированы законы природы. Квадрат – это физический мир, символизирующий Землю, земное существование. Круг – символ духовного царства, символ неба. Между условными небом и землей расположен восьмиугольник, как посредник между физическим и духовным миром. Четыре фонаря, как в древних сакральных сооружениях, соответствуют четырем сторонам света. Вместе с каменными столбиками их количество соответствует числу 12 апостолов. Из них объекты, излучающие свет, олицетворение четырех канонических евангелий. С точки зрения сакральной геометрии, памятник Роланду – это алтарь – место для поклонения, позволяющее питаться земной и космической энергией. Даже не все рижане знают, что в их городе существует собственная янтарная комната. Но об этом в следующих сюжетах. Под эгидой Латвийской кинологической федерации ежегодно проводятся десятки выставок собак в разных городах страны. Но самая престижная – международная выставка Pet Expo. В ней со своими питомцами участвуют заводчики породистых кошек и собак. Подготовка к соревнованию такого уровня – большой труд. Собаке на ринге необходимо продемонстрировать хорошую манеру нести голову, ширину шага, свободу движения, правильность и последовательность перестановки лап, крепость связок и манеру нести свой хвост. Во-первых, надо учить собаку, чтобы она умела делать то, что в ринге надо. То есть стоять, показывать зубы, ходить туда и обратно, ходить по кругу, красиво стоять в стойке. Это все делается подготовкой. Если вы видите в ринге, что собака идеально там делает это все, и думаете, что она от рождения такая, то вы очень ошибаетесь. Это большой труд. Ну а потом, конечно, подготовка шерсти, правильная подготовка. Это без косметики особенной. Собак нельзя красить, собак нельзя улучшать каким-то образом. Просто надо, соответственно, со стандартом правильно состричь шерсть, правильно стричь голову, правильно стричь конечности. Не последнее из требований – внешний вид собаки. В связи с этим растет востребованность услуг грумеров или собачьих парикмахеров. Многие стандарты требуют определенную подготовку. То есть или собаку надо тримминговать, надо вытягивать шерсть, но в конце концов надо хорошо помыть и хорошо просушить. И, естественно, те, которые занимаются этим профессионально, они, конечно, смогут сделать это лучше, чем начинающий заводчик, который первый раз, например, выводит свою собаку в ринг. Во время PET-экспо впервые в странах Балтии проводился международный турнир грумеров. В нем участвовали 16 собачьих парикмахеров балтийских стран, а также Италии, Франции, Украины. Это не просто постричь собаку, это надо вот видеть, это надо быть художником. Сделать из вот такого вот мохнатого шпица вот такое вот чудо – это очень сложно. Вот для меня очень сложно, потому что это надо видеть, это надо быть художником. Это очень непросто, это кажется, что постричь собачку – ерунда. Нет, это не ерунда, потому что очень много грумеров, но очень мало талантливых грумеров. У нас же есть начинающий класс, и я очень надеюсь, что они потом все станут чемпионами. В классах от начинающих до чемпионского награды получили 9 грумеров. Сравните внешний вид моделей до и после. А победительницей турнира стала Юргита Паулювина из Литвы. Радость победы с ней разделила и модель – американский кокер. Для полноценной жизни радостные переживания необходимы любому животному. Вы хотите, чтобы бездомных животных в Латвии стало меньше? Стерилизация – это самый гуманный способ контролировать численность бездомных животных. Когда мы допускаем размножение домашних питомцев, то в результате получаем огромное количество новых животных и множество людей, которые пытаются пристроить щенков и котят в хорошие руки. Только вот хороших рук на всех не хватает. И невостребованные малыши оказываются либо в приюте, либо на улице. Цивилизованный мир не убивает животных, а контролирует рождаемость. Стерилизуйте ваших питомцев. Тепловизоры, приборы ночного видения и умные прицелы белорусской компании «Белтекс Оптик» пользуются спросом даже у спецслужб европейских и азиатских стран. Ее продукция представлена более чем в 70 странах мира, в том числе в Латвии. Официальный латвийский представитель компания «Омикрон» продает приборы наблюдения, охотничьи прицелы и бинокли брендов «Юкон» и «Пульсар» в фирменном магазине и в интернете на «Эскоте СЛВ». Ежегодно «Белтекс Оптик» выпускает новые оптические приборы для различных целей. Они пользуются успехом у работников охранных служб, военных, отрядов спецназначения и охотников. В этом году мы решили не оставлять наших поклонников без новинок, поэтому мы представляем новый бинокль, цепловизионный бинокль «Околейт». Вы можете его использовать как днем, так и ночью. То есть ему не нужна никакая неподсветка. Днем его можно использовать для поиска в высокой траве, в лесу. Ночью, когда вообще ничего не видно, вы можете обнаружить какое-то животное, которое вы ищете. Это будет очень полезно для охоты. Постоянное совершенствование охотничьей техники позволяет сделать охоту более комфортной. При помощи бинокля «Околейт» можно обнаружить цель на расстоянии до 1800 метров. Прибор надежно защищен от внешних воздействий. Прочный корпус способен выдерживать серьезные ударные нагрузки. А морозостойкий дисплей надежно работает даже при температуре минус 25 градусов. Это топовая новинка. Совсем новый комфорт, наблюдение. Есть возможность настроить межзачковое расстояние. Каждый, кто будет этим пользоваться, почувствует, что он может долгое время наблюдать, долгое время искать. И это будет приятно и не будет доставлять никакого дискомфорта. Бинокль не боится пыли и влаги и полностью водонепроницаем. Эта разработка соответствует самым высоким мировым стандартам. Бинокль обладает множеством полезных цифровых функций. Видеорекордером, плавным цифровым увеличением, стадиометрическим дальномером, который позволяет точно определять расстояние до цели по дальномерной шкале. Встроенный Wi-Fi-модуль дает возможность управлять тепловизором со смартфона и передавать изображения в реальном времени или в записи на любые мобильные устройства. При этом цена бинокля в разы ниже зарубежных аналогов, несмотря на превосходство этих моделей по ряду существенных показателей. На сегодняшний день мое скромное мнение, что данный бинокль является самым доступным в своем классе с высокими потребительскими характеристиками. Латвийский дистрибьютор, компания «Омикрон» предлагает универсальные приборы и доступные цены. Все необходимое для охоты и спецназначения. Для нашего здоровья СПА-процедуры – это такая же необходимость, как занятие спортом или повседневная гигиена. Один из самых популярных центров оздоровления находится в отеле Юрмала СПА. Программы по уходу за лицом и телом включают в себя различные процедуры, взаимодополняющие и усиливающие воздействия. Подводный вакуумный массаж сочетает в себе уникальные свойства воды и вакуума. Это действенный метод восстановления здоровья, омоложения организма, обретения красоты, стройности и молодости. С помощью этой процедуры можно улучшить состояние кожи и стимулировать процессы в мягких тканях. Деликатное воздействие вакуумного массажа позволяет уменьшить объем жировых отложений, восстановить циркуляцию лимфы и вернуть коже упругость. Бонус к пользе от этой процедуры – комфорт и приятные ощущения для пациента. После этой процедуры наши пациенты ощущают легкость в своем теле, отдохнувшие, улыбаются, готовы еще записаться и пройти. У нас опытные массажисты, мастера водных процедур. Вам захочется снова приходить и записываться к нам. Особой популярностью в Юрмала СПА пользуются продолжительные до 2,5 часов ритуалы. Невероятный расслабляющий восточный ритуал – восстановление красоты – начинается с молочной ванной, в которую добавлены экстракты аромамасел. Ванна успокаивает нервную систему, улучшает обмен веществ, уменьшает боли в мышцах и костях. Затем следует глубокий пилинг кожи и релаксирующий массаж всего тела с восточным маслом. Масло для массажа не только создает комфортную атмосферу СПА, но и снимает усталость, улучшает физическую и умственную работоспособность, делает кожу мягкой, гладкой и шелковистой. В стопе находится множество точек, которые отвечают за состояние всех органов. Массаж стоп помогает избавиться от головной боли, астмы, повысить гибкость суставов. И это неописуемое удовольствие для клиентов. Завершает ритуал массаж головы с применением техники ЧАМПИ. В процессе массажа клиент испытывает полное расслабление. Исчезают головные боли, напряжение мышц, боли в затылке и плечах. Это совершенно волшебная процедура, которая помогает расслабиться, которая помогает восстановить силы, освободить голову от стресса, освободить тело от стресса, мышцы, суставы. Все вот прямо возобновляется. СПА-процедуры помогут снять стресс и посвятить себя здоровью и отдыху. А Балтийский курорт прекрасен в любое время года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова